Убежден, что оба эти голоса духовно и политически суть одно целое, то возникает крайне сложная ситуация. Ну и слава Богу, что она крайне сложная. Иначе нам пришлось бы избыточно политизировать обсуждение развития и слишком разбавлять это обсуждение собственно политической проблематикой, разрушительностью и большевизацией, рамки политической рациональности в вопросе об убийстве царской семьи, и все это, конечно, важно, но только вкупе с настоящей теоретической проблематикой. Наличие такого внятного оппонирования развития, которое заявлено отцом Алларгусом, позволяет нам сделать шаг вперед и начать обсуждать развитие как таковое, переходя от прикладной к общей политической метафизике. Внимательно ознакомившись с работой Алларгуса методологические проблемы идеи развития, я обратил внимание на некоторые моменты, которые у Мироновой, в силу ее профессиональной ориентированности, не показались особо существенными. Мне же представляется, что без рассмотрения этих моментов беседа о метафизических проинкантрах в вопросах развития рискует погрязнуть в частностях, очень интересных, в том числе и для меня, но в политическом отношении не имеющих решающего значения. Прежде всего, речь идет о построении работы Алларгуса. Он делает свой доклад в связи с дискуссией о Тарвиновской теории эволюции, развернувшийся в определенных религиозных кругах и породивший совещание в дело религиозного образования и катехизации Московского Патриархата на тему преподавания в православных школах вопросов творения мира, жизни и человека. В теории Тарвина есть ряд моментов, болезненных для христианского сознания. Причем именно для сознания не слишком, так сказать, усложненного. И при этом обремененного всеми сомнительными приобретениями нынешней российской эпохи, к числу которых, конечно, относится абсолютное пренебрежение ко всему, что сформировало на настоящий момент человечество. Такое современное российское сознание, к сожалению, его приходится объективно оценивать по пригрессивной, взять на вооружение что угодно от радикального демократизма и до своеобразно понимаемой религиозности, а почему бы нет, у нас плюрализм, могу выбрать и такой прикид, категорически отметает все остальное. У меня новые ценности, а тут лезут с каким-то Дарвином, получается, что я от обезьяны произошла, а мне при моих новых ценностях этому никак не подходит. По сути именно это, как мне помнится, заявила одна школьница, подав вместе с отцом судебный риск с требованием, чтобы школа прекратила навязывать учащимся, имеющим религиозные ценности, Дарвина. Позиция школьницы и ее отца не случайно оказалась в фокусе внимания ряда телевизионных каналов. Все это явным образом отдавало пиарам с политической окраской. Беспокойство вызывает не сама эта позиция, а способ ее обсуждения. Ведь российская школьница и ее отец не первооткрыватели к данном вопросе. Таких исков в мире было множество, особенно в конце 19-го и начале 20-го века. Вызов дарвинизмом учительно осваивался христианством. Одним способом этот вызов осваивал путикам, другим российская империя и русская православная церковь. И в том, и в другом случае существовала церковная иерархия, чей вердикт был обязателен для верующих. И тут надо говорить не о способе, а о способах принятия вызова, который впрямь был достаточно болезнен для религиозного сознания. У протестантов иерархии, способной вынести окончательный вердикт, не было. Именно поэтому наиболее яростно против Дарвина ополчились некоторые течения в протестантизме, особенно американском. И вели бой против Дарвина очень долго. А иные бедут до сих пор, хотя большинство вполне религиозного американского общества воспринимает это как мрукобесие. Но за то время, пока шли эти бой против дарвинизма, воюющими сторонами было столько сказано, что, казалось бы, навеки усвоено. Такие бои не нужны никому. Ни науке, ни церкви. Что касается Ватикана, то он, в свойственной ему гибкой манере, очень быстро справился с вызовом. Конечно, всегда, всегда это до второй половины XX века сохранялись радикальные клирикальные круги, которые отрицали Дарвина. Но это уже не было мнением всего церковного института. Скажут, Ватиканам не указ. И я полностью соглашусь. Хотя, на уровне методов политической работы почему бы и не поучиться, сохраняя при этом и систему ценностей, и аутентичность православной позиции. Но и впрямь ведь не указ. Взаимным опытом сыт не будешь. Однако есть же и свой опыт. Он для нас тоже не указ. Граф Алексей Константинович Толстой никогда не был отлучен от православной церкви, в отличие от графа Льва Николаевича Толстого. Кроме того, Алексей Константинович Толстой никогда не был либералом, но очень сдержанно, мягко говоря, относился к революционным демократам, в отличие от графа Алексея Николаевича Толстого. В стихотворении, которое я приведу ниже, это выражено напрямую в его оценке никелистов, то есть революционных элементов Российской империи. Эта его экстремно-негативная оценка, весьма тогда немогная, никак не добавила ему популярности ни в либерально-буржуазных, ни в фронтирующих аристократических салонах России.